Всем привет! Привет! Дорогие наши друзья, мы сегодня выбрались в торгово-развлекательный центр «Море». Это Некрасовская, 49-м. Да, можно сказать, что мы выбрались на море. На море, да. Это точно. Здесь примерно такие же фудкорты, как и в кинотеатре «Океан». Просто здесь масштабно. Мне очень нравится тем, что он очень красивый. Здесь есть такие интересные зоны, как бы качельки отдыха, оформленные красивые на Новый год. Стали такие елочки симпатичненькие. Всякие вкусняшки. То есть японская кухня, корейская, китайская, американский фудкор. Грузинская кухня. Грузинская кухня. Все что угодно. Мы сейчас немножко покажем, но сначала хотим показать улицу. У нас просто сегодня дождь, поэтому мы... Просто посидеть с красивым видом. Вот смотрите, как круто. Различные бутики и магазины, где можно купить все, что угодно. И для детей, и для взрослых. И на последнем этаже вот такая зона отдыха. Единственное, что не хватает в кинотеатре. Да. Потому что хороший подземный паркинг, недорогой. Что-то около 50 рублей в час. Это что такое ты купил? Это... Какая-то нехава. Нет, это получается лапша. Так, это не она. Сейчас я посмотрю, как это называется. Это яуминь. Это яуминь со свининой и с индейкой. Одна острая, да? Такая бурка огромная, 250 рублей всего. Да, цены, в принципе, такие демократичные. Вот. Если кому-то интересно, очень много японской кухни настоящей. Ну и то, что вам огромное количество наборов суши предлагается. Здесь очень много супов. Именно национальных. То есть на курином бульоне шраманов очень много. Сашими, нарезка, обжарка. В японском все стиле. В принципе, знаете, что хочу вам сказать? Что кто будет во Владивостоке впервые, вы можете заходить, в принципе, в любой крупный торговый центр. У нас всегда есть зона фудкорта, на которой присутствуют и японская, и корейская, и китайская. Короче говоря, действительно всегда присутствуют. Да. Ладно, давай покушаем, потом покушаем. Покушаем, покажем. Прятного аппетита. Как я сижу хорошо? Что-то натрескались, даже уходить не надо. Да. А тем более здесь есть чем заняться. Я хотела показать улицу. Как раз сейчас время шестой час, и такая пробочка в столетии. Ты покажи вот туда. Видишь, как красиво туда. А я хотела обойти. Да, туда возвращайся. Смотрите, здесь еще кронезона фудкорта. Есть вот такая небольшая игровая зона для деток. Я пока вот беру. Для мамочей. Вот так, чуть-чуть побаловаться. Вот что сейчас творится там. Но, если поехать хитрым способом, как Саша говорит, через Гоголя и по мосту, то никакой... Небольшой корт. Это я показала. Я говорю, что вот эту пробку можно виноватись через новый мост. А можно отсидеться здесь. Был бы кинотеатр, мы бы отсиделись. Ладно, пока они там одеваются, пройду, покажу, что вообще есть. Вот такой водопадик. Он меня затрогает. Значит, ты не достанешь до туда. Это же не фонтан. Это искусственный водопад. Рамон, японский. Вот такой же водопадик. Океан Аймакс. Наверное, их же отдел. А вот еще какое мороженое такое. С добавками. Я хочу мороженое с добавками. Ты не лопнешь, деточка, после второго мороженого? Не лопнет. Да. Очень слабо. Так. Ну, вот такая вот зона. Я люблю зону. Потому что вот он там вот. Мы показывали лапшичную, вот здесь брали. Вот зеленые такие зоны сделаны. Столики. С диванчиками. Он ходит. Готовы? Да, готова. Сейчас поедем дальше. Дальше, мама? Да, сейчас подожди, я покажу. Есть лифты, естественно. А есть эскалаторы. Слушайте, еще хотела вам показать. Самое интересное, распечатать можно из Инстаграма. Инстаграм экстремистская организация, она заблокировалась. Не, не обязательно. Можно подключиться просто к телефону. С телефона, да. С контакта. В ВКонтакте, вот видите, можно. Просто телефон, вот выбирай. Нет, я имею ввиду, что разные возможности. Вот выбираешь телефон. Угу. Через Wi-Fi. Я вот подключился к интернету. Только у меня в прошлый раз мне это самое. Что-то он не подключился, да? Вот видишь, подключился, подключился. И тут же распечатать, сколько стоит это удовольствие? Ну вот я тоже хотел посмотреть. Ага. Фотографии стоят 50 рублей. Короче, выбирайте, какие вам нужно. Прямо из своего фотоальбома. И все, и оплачиваете картой. Наверное, картой. Потому что нет нужной наличкой, да? Нет, карты. Только карты. Хотя, наверное, и наличкой. Ну вот, видишь, есть купюро-приемник. Вот себе сработал. Сейчас посмотрим. Ага, сейчас посмотрим. Лера, покажи, какие получились-то. Не сгибай. Вот они. Вот эти какие. Это бумажник в портмоне, да? Да. Ну дайте посмотри. Вот эти как. Можно я сама возьму? Ну вот всякие сладости. Детские вещи. Кстати, вот мы сколько поднимались. Выписки очень красивые, да? Сколько мы поднимались, я заметила, что нет ни одного пустого арендного места. Дети, конечно. Считай, город и детский мир. Бегут. А что это такое? Вот, для ребятишек, для маленьких. Видишь, можно оставлять. А, пока вы ходите по магазину, по торговому центру, можно оставить под присмотром. Это боксные какие интересные сделали, стеклянные. Здорово не было. Следующий этаж вниз. Тоже что-то для релаксации. Я думаю, что это массажное кресло с видом на город. Да? Вы что можете посидеть? Видишь? Яма Гучи. Японская фирма? Яма Гучи. Да. Вот те они, мои красотки. Кристина, подождите. Я имею в виду, что ни одного пустого арендного места нет. Все занято, все работает. Как работали. Ушли торговые марки какие-то? Нет? Непонятно. Ну, во Владивостоке все-таки это было... Свое все, да? Менее проблематично. Менее проблематично. Я имею в виду, что здесь и пандемии-то особо не было. Это хорошо. Чем меньше последствий от всего, тем лучше. Ну, расскажи про последствия. Какое последствия? Я имею в виду, что чем дальше от Москвы, тем меньше было этих проблем. Да. Вот, смотрите. Ничего не пустует. Мария джинс. Не Лариса. Вы Ларису такой, нет? Ларису сейчас еще раз в среду. Обычно в среду, да? Ну, естественно, очень удобно, что большой продуктовый реми нашей кухни. Нам ничего не надо. Какие зоны красивые. Это красивые, да, мне нравятся. Ну, просто зоны интересные для отдыха. Так, пойдемте сим-карту заберем. Рев Гош. МТС. Понятно, что аптека. Какие-то вкусняшки. Мы любим вкусняшки. Ну, понятно, все, вы любите. Здравствуйте. Что это такое, конфетки или печенье? Конфетки. Даже подарочные наборы. Вон с единорожками. Листка экзотика. Да. Это такая шоколадка, дочь. Она оформлена просто, видишь, единорожками, шариками, чем-то. 590 рублей такая плиточка стоит. И наборы. Конфетки оригинальные. На подарок вообще классно, да? Да. Вы видите, проходили, думали, ручки выходили. Да. Зашли, оказывается, аптека, да? Кстати, очень хорошие цены. Никогда не слышала аптека.ру. А, Авито. Авито. Вот сколько они называются. Вот. Мы с тобой были вверх. Я Авито знаю, только вот Авито объявления рекламные. Ну, здорово. Ладно. Вообще все классно. Да. Все нужное купили. Ну, и очень удобно, что на лифтах спускаетесь и попадаете сразу в парковку. На парковку. Кстати, очень недорого. 50 рублей. За 2 часа всего нашего 50 рублей. А 15 минут даже бесплатно. Так ты покажи парковочку какая. На, покажи сам. Ну, я имею в виду, что чисто, аккуратно, сухо. Хотя, конечно, ворота есть, но она такая. А здесь тоже подсвечивается зеленым. Да. Ну, я не знаю, вот видишь, гирлянда написано свободное место, а оно не свободное. А вот здесь вот написано свободное. Можно вроде как свободное. Да. Может быть, сильно маленькая машинка? Да. Датчик не видит ее. Музыку включили здесь, видишь? Чтобы было веселее парковаться. Ну, я думаю, что неплохо. Да. Наша одинокая одиночка стоит. Да? Да. Ну, все, катим потихоньку домой. Вот видите, в эту сторону нет пробки. Да. Кто-то в гости придет. Сегодня же пятница. Да. Сегодня, кстати, пятница. 27 мая. Школьный год закончился. Каникулы начались. Ну, что тут есть? Пайнинг. Вот, я думаю, надо будет держать или надо будет кататься, нет? Просто ты так придерживаешься. Угу. Смотрите какой. Вам уже неоднократно его показывали, конечно. Ну и ладно. Кстати, во Владивостоке вовсю проводятся мероприятия. Сегодня утром, несмотря на погоду, было открытие восьмого фестиваля спортивного на стадионе… Что-то я забыла где. Авангард, наверное. Да. Авангард, по-моему. Вот. 17 мая прошли первые дрифт игры, которые у нас международные. Сейчас 4 июня будет вторая уже игра. Продаются билеты уже давным-давно. К мероприятию Дети Азии международному тоже идет подготовка. Оно состоится в августе. Так что, несмотря на пандемию, еще какие-то припоны, все равно есть. Но жизнь во Владивостоке продолжается. Интересно в ту сторону, смотри, пробка. Ну потому что все на столетие, все на вторую речку поехали. А мы едем свободно. Слушай, а с марса выше видно? Ну понятно. Прям даже город видно, я вам могу показать, посмотрите. Кстати, Мерседес не обманешь. Да, приходится пристегиваться, да? Да. Видно город, здорово, высоко. Пасмурно или в солнечную погоду Владивосток все равно очень красив. Да? Очень. Главное, это же ландшафт. Ага. Да. Я как-то в одном видео добавлял, как Владивосток выглядел, когда его открыли. Форпост сам как-то был? Да. Да? Крепость, наверное, и все, и башни. Нет, ничего не было. Просто вот эти сотки голые, они так красиво смотрелись, что... Зеленые? Совсем даже и зеленые, я бы сказал. Каменистые. Да. То, что вот как бы ландшафт сам города и, конечно, динамика даже в кризисное, сильно кризисное время, она все равно есть. Угу. Потому что ты заметишь, что на том же фудкорте людей очень много и они как-то не обламывают все. Полные столы заказаны. Смысл в том, что мы были там достаточно долго, заметила, что люди просто сидят, отдыхают, общаются. Просто кто сидит в телефоне, кто-то работает, я смотрю даже на ноутбуке, а кто-то просто общается, пришел с другом, о, вот и мы попали, да? Да. И молодежь тоже как бы приходит. Как видно, что... Единственное, конечно, просто вид классный. Вид красивый. Вид красивый. Вид очень хороший. Мне очень понравилось, что вот... Когда на себя. А мы пристегнутые. Да. А то многие любят нас подкармливать. Да нет, он просто пищит так громко, что мы даже не сильно кричать будем вам. Да, это сидеть на ремне как-то тоже нехорошо. Очень нравится нам, конечно, в этом автомобиле ездить. Да? Да. У нас даже девчонки всегда, папа, поедем на бордовой машине кататься. Вот. Ездим, пока не купили кто-нибудь. Ну, просто все равно здорово, приятно на дорогах тебя пропускают. Матом. Не давят сильно, не лезут. Не давят. Кстати, во Владивостоке, к сожалению, вот, отвыкли мы, наверное, от этого очень много аварий на самом деле. Ну, если честно, аварии все связанные... С таксистами? Да. С азиатских стран. Правда. Не буду к ним, как говорится, негативным, но ездят они очень плохо. Саша говорит, прям права надо забирать. Плохо эмоционально, потому что аварии создают такие... И серьезные же прям аварии. Сильно летят. Вот мы позавчера с тобой стояли, когда ездили в океанариум. Угу. Пробки стояли за то, что... На объездной? Да. Машина аж навстречку так развернула ее, с какой скоростью он летел. Угу. Да, они парятся. И пострадали люди, которые вообще просто ехали спокойно. Да. Которые просто ехали, а он их просто подрезал, толкнул, и они бордюр этот разбили всю себе переднюю часть автомобиля. А у нас на Горшково три дня назад была авария тоже так же. Таксист со всего Маку развернулся в KFC повернул, да? Да. Есть захотел. Да. То бишь все аварии, все связаны с именно... Угу. Как бы... Не буду это... Не политические, но просто, что вот действительно они очень плохо водят. Угу. Все таксисты, азиаты, и они, как говорится, плохо умеют ездить. Да. Наверное, надо как-то заставлять не просто менять, а как-то сдавать или... Пересдавать, да. Вообще, вы знаете, многие, конечно, меня не поддержат, потому что скажут, что это единственный доход. Ну, я буду... О, я буду... Кристианочка, подожди. Я честно скажу, что вот эта мания величия по такси, это, конечно, ну, не знаю, кто-то если помнит, а раньше какие были там такси, ну, городской когда парк был, да? Помните, вот эти Волги ходили, да? И каждый водитель, он был устроен официально в таксопарке, да? Не было вот этих всяких электронных. Захотел, поехал. Вот. И все было вот по счетчику здесь сел, пик-пик поехал. Понятно, что сейчас инновационно все. Ну, это, как вам сказать, помягче просто, что... Сами замечаете, что во всех регионах у нас, в принципе, самый низкий уровень, как вам сказать, рабочей силы, он как раз занимается тем, что работает в такси, просто тот же Яндекс такси, они, ну, как бы, нет никаких особо критерий к выбору водителя такси, да? Ну, только они не выбирают водителя, они только машину осматривают визуально и все, да? Поэтому вот только из-за этого... Верификацию делают и все. Да, то бишь, тебе, чтобы работать в такси, тебе, ну, ничего особо-то и не надо. А, все. Ты хотел, что... А, ну, сейчас поедем еще покажем. И вот, хотите верьте, хотите нет, мы когда уезжали из Владивостока, у нас здесь была, как же она, прим такси называлась. Ага. Они были первые. А остальные все были, Максим, они ездили на всякие требудения, да? Да. А был прим такси, они были, ездили первые, купили себе Mitsubishi Lancer, Outlander, уже с левым рулем, новенькие. Угу. И как-то это все вот, не знаю, ну, чуть-чуть подороже, чем Максим, но очень комфортно, чтобы тебе приезжать человек в белой рубашке, все как надо. Вот. Ну, сейчас... А что-то они не выдержали конкуренции. Многие сейчас скажут, выбирайте премиум, и вы поедете. Но мы не выбирали премиум, это обычный был, как бы, тариф. Тариф. Вот. Я не знаю, ну, мне кажется, когда половина населения России работает в такси. А ты хочешь идти показать? Граффити, граффити. Все-таки это во Владивостоке профессиональное искусство. Ну, это заказное, конечно, профессиональное искусство. Там вороны сидят, смотрят, макеты делают. Но здорово, что это так. Они, как во многих городах, просто... Ну, просто смысл в том, что это бетонные какие-то монолитные сооружения, но они, чтобы красиво смотрелись, их вот так раз и украсили. Сойка не петух. Написано. Да, вот здесь, кстати, хороший вид. Владивостокский юмор. Да. А это вот здесь раньше было кольцо таксопарка на Окатовой. Конечное было сюда тоже. Вот ты что-то мысль с тобой потерял. Но смысл в том, что я тебе говорю, что очень плохо, что у нас все работают в такси и все едут сюда с целью не только устроиться в такси и купить машину побольше, чтобы просто больше денег зарабатывать, а не для того, чтобы здесь жить, как бы развивать эту область или этот край. Вот я почему говорю. Ну, до пандемии у нас еще туризм хорошо себя проявляло. И опять же... Ну, я просто говорю, что это... Морепродукты... Это бесполезно. Это просто какой-то процесс зарабатывания денег и впустую, не для региональных блоков. Ну, да. Где-то есть фирма, он зарегистрирован где-нибудь в Лондоне. Эти все электронные ездят под ней, и туда деньги все текут, а этим копейки платят. Все. Вот я имею в виду. А раньше вот он таксопарк. Я сейчас сказал, кольцо таксопарка. Вот он был таксопарк, он как был, так и остался. Но там в этом таксопарке только сейчас авторазборы и кузовные. Вот. А таксопарка нет. То бишь вот он должен быть городской, муниципальный таксопарк, от которой все деньги должны оставаться в регионе. Вот это я и говорю, что. Вот, все. Поехали. Да, это было просто, как вам сказать. В Владивостоке знаете пробки откуда появляются чаще всего? Они появляются там, где есть регулируемый светофор или еще что-то. Потому что раньше, раньше здесь их вообще не было. И всегда привычка, подъезжаешь к переклестку и потихоньку вот так трогаешься, 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 и тебя кто-нибудь всегда пропускает. Пропустят. Да. Всегда договорятся между собой. Ну, как права не сдали в Японии, да. Потому что подъехал к переклестку и потихоньку начал двигаться. Пока еще зеленый не загорелся. А мне Япония так говорит. Реду. Реду. Хренеду. Реду. Реду. Это мы сейчас вокруг объедем. Это через Чуркин, через Объездную. Ну, на самом деле это гораздо проще, потому что и красивые виды, и легче ехать. Поэтому решили включить немножко город, чтобы не был просто видеоролик о торговом центре. У нас много подписчиков, которые присоединились недавно и которым интересен именно сам город Владивосток. Что тут есть, как он выглядит. Вот для них и показываем. Посмотрите, какой он зеленый, кстати, стал. А то нам так долго писали, что у вас какой-то голые одни скалы. Теперь эти скалы все зеленые. Скалы все зеленые, да. Теперь скалы все зеленые. Не, Владивосток очень зеленый, потому что, ну вот смотрите, это горы, горы деревьев. Потому что это же целые сопки, они все зеленые. Все сейчас, как говорится, вылезли листочки, все зеленые деревья. В основном, конечно, это дубки. Дуб. Он весь молодой. Если посмотреть, под ним лес чистый. Потому что там вот по этому лесу можно гулять смело. Единственное, конечно, сейчас Владивосток поменялся по тенденции. Именно тем, что лет 10 назад, допустим, в Владивостоке, ну блин, во-первых, одни крузаки ездили, во-вторых, они были все новые. Да. Потому что очень масштабно все везлось. И как-то все это видно было в людях, что люди хорошо живут. Потому что каждый привозил машину, каждый продавал ее в Россию. И тут же, конечно, перегоны их покупали. Это бухта Улисс. Это же уже русский мост, да? Ну это вот русский мост. Да. 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 Разбирать и делать такие самодельные съезды. Съезды, да. Да. Их, в принципе, даже полицейские как-то первое время пытались как-то их восстановить, но потом не стали заморачиваться. Острова. Если видно, конечно, очень красиво. Пальчиком нажмите. Не знаю, видно или не видно. Показываю все равно. Да, конечно, сейчас потеплее это будет, но может все-таки куда-нибудь выберемся. Хорошо, все равно дождик перестал. Дороги уже высохли даже. Да? А, быстро как-то высыхаешь. Ну, здесь же ты сама знаешь, нет такого прям вот, я опять не буду приводить, как в других регионах, когда у вас сегодня белое небо и мелкий, крупный, сильный, мелкий мороз. И он может так, не знаю, неделю, неделю сыпился. Иногда думаешь, скоро жабры вылезут. Ты про Питер? И про него тоже. Это вот микрорайон как раз потрохал. Мы про него снимали видеоролик отдельно, кому интересен он, еще до сих пор могу ссылку дать. Прошлогодний, летний. Квартиры еще не проданы. Они их с торгов просто продают. Хотя я вам скажу, что строение такое подозрительное. Да. Долгое время сюда никто не хотел ехать, потому что тут все в геребке было и крышки. Вон, видишь, пустые, прям пустые этажи. А много уже живет жителей все равно здесь. Хотя построили очень давно. Ой, кстати, если будете во Владивостоке и попадете на подобный фудкорт, честно, обожаю. Каша возвращается к фудкорту и вот это море. Это просто чуть-чуть, как говорится, отрыжка небольшая, но так... После вкусия. После вкусия такое вот. Это вам не пельменик. А это бухта тихая. А вот там у нас крабы. Хотите крабы? Здесь всегда стоит, да. Да не только здесь еще, на Черемушках. Везде потихоньку стоят. Машины правда меняются, как будто работают где-то в фирме. Барной краб. Барной краб. Всегда в этом месте автомобиль. Поезжай там и кривер, и не только. Ну что, немножко прокатили? Немножко прокатили. Немножко прокатили. Немножко прокатили вас. Немножко погуляли. Спасибо, что были с нами. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь обязательно в Телеграме и ВКонтакте. Особенно ВКонтакте. Будет много... Слушайте, сейчас какая-то мания величия стала, да? Почему? Заметите? Ну, потому что надо... Все заставляют подписаться в те ресурсы, которые еще есть у нас. Ну, я думаю, что ВКонтакте можно выставлять что-то интересное. Например, туда выставили какие-то фотографии, которые никто не видел. Да. Ну, мы, если честно... Мария, наверное, агитирует только ради того, чтобы не потеряться. Не потеряться, да. Да. Ну, просто я имею в виду, что заметили, что сейчас все агитируют, чтобы кто-то где-то куда-то подписался на других ресурсах. Ну, это же очень просто, потому что, на самом деле, в Ютубе, у кого сейчас VPN установлен на компьютере или телефон, никто из России имею в виду, тот, может быть, и не заметил. А у кого не установлен, то заметил, что, например, в том же Ютубе не отображаются уже давным-давно значки, иконки вот эти, не отображаются фотографии, не отображаются главная страничка, вот эта заставка, обложка. Как хорошо. Говорят, отключили сервер какой-то там. А что будет дальше у нас? Глент, отключаешь, у тебя сервер заработал. Так бывает? Да. Мне кажется, нет. Все работает. Да. Ну, ладно. А на сегодня, наверное, всем пока. Не знаю. Всем пока. Девчонки, девчонки, всем пока. Всем пока. Всем добра. Кристина уже там какие-то. Субтитры создавал DimaTorzok